Всем привет, в сегодняшнем субботнем выпуске я вам расскажу о последних новостях в играх ETS2 и ETS. Давно уже не было никаких новостей со штата Техас и Монтана, это два грядущих DLC, которые должны выйти один летом, другой уже в конце этого года. И сейчас я наконец-то вам расскажу о прибрежных городах штата Техас. Длина береговой линии, ограничивающая прибрежную географию Мексиканского залива, составляет 591 километр. И неудивительно, что в грядущем DLC будет несколько городов, расположенных вдоль береговой линии. Первый из этих городов это город Браунсвилл. Станет южным городом, который не только расположен практически на границе с Мексикой, но и является центром высокоразвитой и современной промышленности. Чуть севернее находится город Корпус Кристи. Его отличительная черта, что на берегу стоит военный корабль США «Лексингстан», который в 1920-х годах был одним из крупнейших авианосцев. Название города происходит от церковной латыни, что означает «Тело Христова». И это название было дано этому месту в 1519 году, в день праздника Тела Христова. В путешествии снова на север у вас будет возможность пройти мимо трех поселений – Фултон, Порт Лавака и Паласиас. Эти города станут идеальным местом, где вы сможете насладиться видом на море, посетить местные достопримечательности и даже отправиться в порт. И, наконец, в самой северной точке вас встретят довольно причудливый город Галбестон. Об этом городе рассказывалось в одном из предыдущих блогов SCS. Ну и интересный факт насчет этого города, что вы сможете в нем сесть на паром, который пойдет дальше на север Техаса. Ну и сейчас переходим к информации, посвященной штату Монтана. Здесь вторая статья посвящена одному единственному городу этого штата – это город Грейт Фоллс. Расположенный на реке Миссури, в самом сердце Монтаны, вы найдете город Грейт Фоллс. Будучи третьим по величине городом в штате, этот город предлагает посетителям оазис культуры, историю и природной красоты. Название города походит от названия одного из пяти местных водопадов. Грейт Фоллс, в котором проживает более 60 тысяч человек, также известен как электрический город, из-за многочисленных плотин и электростанций. В ВТС будет представлено несколько достопримечательностей, таких как художественный музей, несколько церквей и банков. Грейт Фоллс был описан как идеальное сочетание азарта большого города и очарования маленького городка, но что он может предложить в плане работы для водителей грузовиков. Игроки могут рассчитывать на доставку в такие отрасли, как заводы по производству напитков, магазины товаров для дома, упаковочные фабрики и даже в местный аэропорт. И конечно же игроки смогут полюбоваться Грейт Фоллсом, в честь которого назван город. Ну имеется ввиду именно водопад. Вот такие вот новости от СС-софтвера, посвященные Американ Тракт Симулятору, но мы переходим в ETS2 и к новостям от команды Промоц. Промоц на своем ютуб канале выпустили видео, посвященное обновлению Ирландии, а если быть точнее, то столице этой страны, города Дублина. Будет обновлен как сам центр города, так и его окрестности. На видео мы видим новые автомагистрали, новые префабы, все становится еще свежее. В целом этот город был в Промоц сделан очень неплохо, но решили еще его обновить. Сейчас Промоц, естественно, готовится к выпуску новой версии, так как в скором времени закончится открытое бета-тестирование версии 1.44, и нужно будет адаптировать Промоц под свежую версию. Ну и надеюсь, что Промоц нас порадует многочисленными обновлениями территории. Хотелось бы и обновления старых территорий, возможно добавления новых. Видео от Промоц вы можете посмотреть на их YouTube-канале, ссылка будет в описании. Сегодня у меня все, пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока!